Все эти вещи возможны. И знаешь что, приятель, одна из самых неприятных вещей заключается в том, что это так чертовски просто. Академический мир и научный мир, который с ним связан, похоже, верит, что для понимания реальности, для понимания возможностей, все должно быть сложным. И ты видишь эти огромные кровавые уравнения, которые они выводят, которые практически никто не понимает, может быть даже сами люди. Я не думаю, что они даже знают. На самом деле это так просто, и это можно разбить на восприятие реальности. В связи с этим есть о чем поговорить, но в основном это та динамика, с которой мы имеем дело. И поэтому если ты хочешь контролировать миллиарды людей, как это делает эта сеть, которую я разоблачал все эти годы и явно делает это сейчас, тогда ты должен контролировать восприятие населения, потому что тогда они проявят эту реальность. Так как же это работает? Во-первых, и из этого вытекает многое. Во-первых, если бы ты сказал людям, когда ты смотришь своими глазами, можешь ли ты видеть все в пространстве, на которое смотришь? И большинство людей сказали бы, да, я могу, я вижу эту стену и я вижу этот свет, я вижу этот компьютер. А между тем, что я вижу пустое пространство, так оно и есть. Но это не так. Во-первых, согласно господствующей науке, одна цифра, которую я все равно видел, заключается в том, что электромагнитный спектр, который в основном является той реальностью, которую мы переживаем, составляет 0,005% от того, что существует в том, что они называют Вселенной в виде энергии в ее различных формах, 0,005% электромагнитного спектра, но видимый свет, который является единственной полосой частот, которую мы действительно можем видеть, когда я сейчас оглядываю эту комнату. Все, что я вижу, это то, что существует внутри этого видимого света, составляет лишь малую часть. 0,005%, значит, люди в основном слепы. И то, в чем мы живем, это я говорю в кавычках по причинам которые могут стать ясными, похоже на телевизионный канал. Если ты посмотришь на аналоговую систему, то речь идет о частоте вибрации, о которой ты упоминал. Если ты посмотришь на аналоговую телевизионную или радиосистему, то это разные частоты, разные радиотелевизионные станции, разделяющие одно и то же пространство. И если они достаточно далеко друг от друга на циферблате, другими словами, с точки зрения частоты, то они не знают друг о друге. Когда ты включаешь аналоговую версию CNN или Fox или что-то еще, ты не слышишь, как Fox и CNN идут по другому каналу. Они слишком далеко на циферблате. И единственный раз, когда ты получаешь то, что они называют помехами, это когда две радиостанции находятся близко на циферблате, и тогда возникают эти помехи. Так что в этом пространстве, на которое я сейчас смотрю, находится вся бесконечная реальность. Но человеческая форма, транспортное средство, то что я называю биологическим компьютером, способно только в визуальном плане декодировать определенную крошечную, крошечную полосу частот видимого света. Так что ты сразу же начинаешь видеть, как кажущиеся тайны начинают рушиться, потому что они рушатся, когда ты подходишь с этой точки зрения. Например, когда люди говорят, что я видел этот НЛО, или этот корабль, или что-то еще, и он появился из ниоткуда, а они исчезли в никуда. Или там было какое-то существо в конце кровати, которое появилось из ниоткуда, и они исчезли в никуда. Конечно, из нормальной реальности, а то, что нормально, это только то, что люди обычно испытывают, вот и все. Это не настоящая реальность во всей ее полноте и возможности. Это только то, что ты обычно испытываешь. Это то, что мы называем нормальным. С нормальной точки зрения любой, кто так говорит, видел это существо, видел этот корабль, исчез, появился из ниоткуда, они смотрят на них и спрашивают, о чем ты, приятель? Это то, что невозможно. Конечно, в этом нет ничего невозможного. Это вполне объяснимо. Что происходит, когда что-то попадает в видимый свет, наблюдатель может это видеть, и для наблюдателя это появляется из ниоткуда. Этого не произошло, оно попало в эту полосу частот, будь то сущность, будь то корабль, что угодно. И когда оно покидает эту полосу частот для наблюдателя, а все дело в наблюдателя, оно исчезло в никуда, но этого не произошло. Оно просто оставило то, что может видеть человеческое зрение. И поэтому сама основа нашего ощущения реальности, которая заключается в том, что мы являемся частью чего-то, в чем можно увидеть все, что можно увидеть, абсолютно не соответствует действительности сразу. А когда люди говорят о нечеловеческих существах и спрашивают, где же они тогда, я их не вижу, мой ответ таков, на самом деле ты не можешь видеть почти все, что существует во всей полноте реальности. Они существуют за пределами этой полосы частот видимого света, и пока они не войдут в нее, ты этого не увидишь. В этом есть большой смысл. Когда мы говорим о возможностях, ты знаешь, говоря о пирамидах и возможностях, мы переходим на другой уровень того, что это за реальность, а вот и его, чтобы бросить туда. Реальность, которую мы воспринимаем как находящуюся вне нас, он вовсе не находится вне нас. Он здесь. Я сейчас смотрю на компьютер, и компьютер улавливает поле Wi-Fi. Теперь я осматриваюсь вокруг. Где поле Wi-Fi? Я его не вижу. Нет, потому что это за пределами видимого света. Но что происходит так это поле Wi-Fi, и что оно содержит? Бесконечное количество информации. Оно содержит всю информацию о том, что мы называем интернетом, только в этом поле, в этом поле излучения. Но компьютер декодирует только ту часть этого бесконечного поля, на которую запрограммирована программа компьютер. Так что теперь я нахожусь на зуме, так что мой компьютер улавливает зум. Но весь остальной интернет существует в поле вокруг меня, которого я не вижу. И так далее, и тогда ты думаешь, если бы ты сказал кому-то, что такое интернет. Они сказали бы, ну, это картинки на экране, это графика, это слова, это движущиеся картинки, это изображение и все такое прочее. Да, это то, что это такое. Да, это так, но только на экране. Единственное место, где интернет существует в том виде, в каком мы воспринимаем интернет – это на экране компьютера. Везде еще это поле Wi-Fi или электрические цепи. Да, именно так. И поэтому я говорю на протяжении многих лет, что этот развивающийся технологический мир, который мы наблюдаем, на самом деле имитирует ту самую реальность, которую мы переживаем. И таким образом я бы рассказал о поле, и это то поле, с которым мы все постоянно взаимодействуем. Но из-за пяти чувств мы не видим поле, но мы видим его, мы можем чувствовать его, но мы его не видим. Итак, я сейчас осматриваюсь в этой комнате и, как я уже говорил ранее, я вижу свет, я вижу стену, я вижу компьютер, я вижу чашку, а между ними пустое пространство для моего пятичувственного восприятия. Но на самом деле они все соединены, как мы все соединены как одно объединенное сознание, бесконечное сознание, имеющее разный опыт благодаря этому полю, этому полю сознания, этому полю энергии. Некоторые люди называют это Богом, называйте это как хотите, это такое поле сознания. И в этом поле, с которым мы взаимодействуем, это поле представляет собой информацию о форме волны. И точно так же, как компьютер улавливает то, на что он запрограммирован, для декодирования. Я назову это бесконечным полем, хотя я уверен, что мы придем к другому уровню. Декод...